Стоит показать еще один пример. Он тоже очень симпатичный и тоже объясняет эту ситуацию. Смотрите, я могу задавать в пространстве многогранники при помощи неравенства. Вот давайте я возьму такой многогранник. 0 меньше или равен x, меньше или равен y, меньше или равно x. Подумаем, какой объем этой фигуры. Ну, видно, что, в принципе, можно от таких штук написать 6. И тогда получится весь единичный кубик. Почему? Потому что перестановка на трех элементах существует всего 6 штук. Так что объем у него, поскольку можно же x и y менять, при этом объем не меняется, объем у него 1,6. Замечательно. Это цитраидок объема 1,6. Делаем гомотетию с коэффициентом К. Понятно, что происходит. У нас здесь получается некоторое раннее число К. Вопрос. Сколько существует точек с целыми координатами, удовлетворяющими вот таким неравенством? То есть, от этой фигуры, чему равняется n К? На самом деле, эта задача, в общем, не такая сложная. Давайте подумаем, что она, ну, на самом деле, о чем здесь мы сговорим. О том, что у нас есть отрезок. Один у него конец 0, другой конец К. На этом отрезке мы должны взять произвольно какую-то точку Х, это любая целая точка. Потом от точки Х до К мы должны взять какую-то точку У, может быть, даже равную Х. И после этого мы должны где-то здесь точку УЗ. Вот. Это довольно известная задача по гомбинатуре Х. Обычно ее решают в следующем образом. От вот такой системы неравенств переходят к другой. Пишут 0 меньше или равен Х меньше, чем У плюс 1. То есть, прибавляют к У единичку, и в таком случае было меньше или равно, стало меньше. А У плюс 1 меньше, чем З плюс 2. Ну, а, соответственно, З плюс 2 не больше, чем К плюс 2. Что изменилось? Неравенства стали стройными. Соответственно, теперь речь идет о том, что у нас есть отрезок от 0 до К плюс 2. И мы должны выбрать три точки. Ну, самое маленькое это будет Х. Следующее это будет неравеное Х уже. У плюс 1. И где-то здесь будет точка З плюс 2. Сколькими способами это можно сделать? По определению число сочетаний из К плюс 3 по... Замечательно. Значит, число Н ката это будет К плюс 3 умножить на К плюс 2 умножить на К плюс 1 и все это прилетит на А6. Замечательно. Мы нашли точную форму. А теперь давайте посмотрим, чему равняется и К. Ну, как положено. Это будет минус 1, потому что мы сейчас смотрим на третиймерный объект. Умножить на количество внутренних точек. А что такое внутренние точки? Должны выполняться такие неравенства. 0 меньше Х, меньше У, меньше З и меньше К. Чайка. 0 меньше Х, меньше У, меньше З и меньше К. Таким образом, от единицы до К минус 1 мы должны выбрать три... Получается число сочетаний из К минус 1 по... Отлично соображаем, что это такое. Это минус 1. То, что у нас есть, то, что у нас есть, то, что у нас меньше К минус 1. Умножить на К минус 1, К минус 2, К минус 3 и разделить на 6. Если сюда подставить вместо К минус К, получится это выражение или нет? Смотрите, что здесь будет. Минус К минус 3, минус К минус 2, минус К минус 1. Это же то же самое с точностью до одного знака минуса. Получилось. Смотрите. Забавным образом получилось, что обе формулы НКТ и ЕКТ имеет комбинаторный смысл в случае такого страина. Известная задача о том, как узнавать количество решений неравенства, когда они нестрогие и когда они строгие. Оказывается, что связь дается в этой самой нашей церкви.